Дай почитать. В результате мы наблюдаем одну из самых ярких историй маркетингового успеха. В настоящий момент только в США живут приблизительно 60 миллионов собак, а численность волков в мире составляет всего лишь 100 тысяч особей. Собаки сегодня делятся на охотничьих, подружейных, служебных, комнатно-декоративных, терьеров, охотничьих, неохотничьих, долматинец, бешон, фрис, пудель, бульдог и пастушьих. Но есть ведь и нестандартные. Если существует более 500 пород собак, то ведь их можно смешивать и получать королевских дворняжек. Например, Дарби, Доберман, Пекинес и Мопс в одном лице или Хаксли, Акито, Ину, Шнауцер и Бастонский Терьер. Зрение собаки унаследовано от волков и подходит для отслеживания движущихся целей на большом расстоянии и при плохом освещении. Кстати, собаки котов принимают за мелкую дичь и потому с ними все время находятся в конфликте. Однако собаки хуже людей различать цвета и не могут рассматривать мелкие детали. Они полагаются на обоняние. По развитости обоняния собакам нет равных в животном мире. Если человеческий нос содержит от 5 до 20 миллионов обонятельных рецепторов, то собачий нос может содержать более 200 миллионов таких рецепторов. А у блатхаундов отличных ищеек. Их 300 миллионов. Отвечающий за обработку всех обонятельных данных центр в собачьем мозге в 40 раз больше, чем у человека. Поэтому собаки-спасатели находят людей, накрытых лавиной. А ищейки берут след спустя 3 дня после происшествия. Все эти любопытные подробности о наших лучших друзьях можно прочесть в книге Дэвида Бруннера, ветеринара с 25-летним стажем и журналиста Сэма Стола. Собака-руководство пользователя, инструкция по эксплуатации, рекомендации по устранению неисправностей, советы по пожизненному техническому обслуживанию. Очень забавная и полезная книга для всех любителей собак. 12+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!